Доброго здоровья! С вами снова я. И это продолжение описания эволюции животных форм разумных существ. Следующая часть. И сейчас вы наблюдаете рисунок очевидца, разумное существо лягушачьего вида. Уровень СЦ1. Плотно-материальное физическое тело. Рост 1 метр 45 сантиметров. На теле очень гладкая, густо-зелёная кожа. Круглые глаза на выкате. Верхние конечности с перепонками между пальцев. На земле известны редкие контакты шестой степени. Эти контакты не подлежат огласке по этическим соображениям. Поскольку были случаи, когда после близких контактов с этими существами земные женщины рожали зелёных таких же детей. Вообще, подобные тесные контакты запрещены по космическим законам. Потому что две стороны контакта несовместимы биологически. Данные межвидовые скрещивания запрещены в космосе. Но пришельцы всё же идут на нарушение запретов. Очевидно, существа развиваются на основе земноводных лягушек. По некоторым данным, биоэнергия у них имеет красное свечение. Отмечены редкие визиты на Землю. Пришельцы ведут себя скрытно. Отношения к людям осторожные и недоверительные. Космические аппараты в виде странных коробок грубой формы с угловатыми пристройками. Судя по поведению и цвету, биоэнергии пришельцы относятся к тёмным силам. Сейчас вы наблюдаете рисунки гоблинов. По данным очевидцев Бада Литвита и Полина Боина. А сейчас вы наблюдаете изображение реконструкцию гуманоид из Хопкинсвилла. В Бразилии этих существ называют Чупакабрус. Имеют почти человеческий разум. Глаза существ смотрят в разные стороны. Совершенно очевидно, что данные существа развиваются на основе животных типа обезьян. Могут ходить на двух ногах, почти выпрямив тело вертикально. Но иногда используют передние, более длинные конечности в качестве дополнительной опоры. В Южной Америке им приписывают воровство и гибель скота. Но это ошибочный стереотип. Поскольку уже известно, что к гибели крупного рогатого скота в странах Латинской Америки причастны серокожие карлики Грейс, которые изымали из обездвиженных тел отдельные органы для своих экспериментов. А сейчас вы наблюдаете изображение реконструкцию гуманоидные существа животного вида. Уровень развития NC1-SC1. Физические плотные. Способны передвигаться на двух конечностях. Рост примерно 90-129 см. Тело физически неразвитое и сутулое. Руки и ноги тонкие. На руках по три пальца. Кожный покров темно-коричневый, лоснящийся. Точно вымазан маслом. Местами со складками гофрами. На теле не было одежды, комбинезона. То есть существа выглядели голыми и без половых признаков. На голове у них имелись три ороговелых выступа небольшого размера. Глаза у всех большие, овальные, почти круглые, выпученные, ярко-красного цвета. Похожи без зрачков. Рот был в виде щели. На носу два отверстия. Во время опасности существа разговаривать не могли. Они производили звук, напоминающий урчание или рычание. При встрече с людьми спасались бегством. Покорно садились на корточки, прикрывая глаза цвета. Несколько таких существ после аварийного приземления на летательном аппарате погибли. Или были захвачены в плен. Они прибыли на сигаровидном аппарате серебристого цвета длиной 12 метров при диаметре 4 метра. На борту виднелись 4 иллюминатора. В носовой части аппарата была пробоина, которая и привела к аварийной посадке. Единичный случай наблюдения подобных существ зафиксирован в городе Варжинья в январе 1996 года. Штат Минос, Жерайц, Бразилия. Свидетелями были местные жители и полицейские. А сейчас вы наблюдаете рисунки по описанию очевидцев. Разумные богомолы прямоходящие. Эти существа объединены уфологами в одну группу инсектоиды, то есть близкие по внешнему виду к насекомым. Возможно, в эту группу попали разные по происхождению разумные существа. Богомолы, мирмекоиды и другие. Мы здесь подробнее рассматриваем только существ, имеющих сходство с богомолами. Наблюдались богомолы разного роста. От 1 метра 60 сантиметров до 2 метров 50 сантиметров. Цвет наружного покрова темно-серый, черный-коричневый. Глаза огромные, черные и блестящие. Иногда описываются как фасеточные. Существа ходят на четырех конечностях. Еще две конечности используются как руки. Конечности очень длинные и тонкие, как спички. Одежды обычно не пользуются или пользуются редко. Существа летают на космических кораблях, напоминающих ограненные бриллианты. На корпусе видны блестящие грани, как полированный металл. Форма кораблей – сложно усеченная шестигранная призма. На гранях находились иллюминаторы. На Землю прилетают очень редко и занимаются здесь биологическими экспериментами по ограниченной программе. На контакты выходят крайне неохотно, телепатические невизуальные контакты. В интернете при желании можно найти необходимую информацию по данным видам разумных существ. И как раз сейчас вы наблюдаете рисунок реконструкцию «Космический корабль разумных боговолов». Сложно усеченная шестигранная призма. А сейчас вы наблюдаете фотографию реконструкцию «Космический многогранный корабль боговолов». А сейчас вы наблюдаете рисунок очевидца «Разумное прямоходящее существо с внешностью муравья». Цвет кожи темно-серый, глаза черные и блестящие, одет в серый комбинезон. Были единичные наблюдения этих существ в середине XX века. Многие субгуманоидные разумные существа, разумные животные во время посещения Земли испытывают проблемы неприятия и биологической несовместимости с людьми. Большинство человеческих свидетелей проявляли ярко выраженное отвращение при виде необычных существ, выходящих на контакт. Все попытки одностороннего контакта и диалога обычно заканчивались непониманием и отторжением со стороны людей. Удачные контакты возникали обычно как исключение из правил. Общие выводы. Таким образом, в своей теории Чарльз Дарвин не учитывал влияние на эволюцию космического разума. Он вообще не знал об этом, поскольку считалось, что человек — венец эволюции. Не дожидаясь естественной эволюции животных форм, по Дарвину, космический разум специально для себя выращивает и улучшает тела гуманоидов, поскольку считает, что именно форма настоящего гуманоида позволяет ему многостороннее развить себя и улучшить окружающий мир. Все животные эволюционируют естественным и очень медленным путём. Человека, настоящего гуманоида, взрастил высший разум ускоренными методами с помощью посредников плотно-телесных цивилизаций в лабораторных условиях для своих целей. Тело гуманоида максимально приспособлено для творческой сложной деятельности. С помощью искусственно созданного тела высший разум воплощает свои фантастические идеи в плотных мирах. Это его инструмент или способ воздействия на все миры для их преобразования. В качестве эксперимента разумы в других мирах могут вселяться и в тела животных, которые сами по себе никогда не станут человеком. И только после этого подселения животные начинают приобретать внешний вид гуманоида и приближаться к нему, сохраняя рудименты от животных, но всё равно никогда не достигая дождественности. Поэтому вы никогда не дождётесь, когда обезьяна, находясь в человеческой среде, наконец станет человеком. Предупреждение. Автор заранее знает, что подавляющее большинство членов человеческого общества с большим скепсисом воспримет данную информацию, даже если они с ней зайдут и всё-таки познакомятся с ней. Объясняется это очень просто. Человеческая гордыня и чабандливость не позволяют им признать разумных существ животного вида более разумными, чем человек. Показательно то, что высшие изображённые существа уже давно вышли на космический уровень и летают на космических кораблях, как полноправные члены великого космического сообщества. Человечеству, несмотря на все страхи и предрассудки, это только предстоит сделать. Автор статьи – уфолог-исследователь Павел Хайлов. Итак, как вам данная информация? Стоит ли нам продолжать работать над ней, выясняя всё более новые подробности? Если да, то напишите об этом в комментариях. И по количеству комментариев мы поймём, нужно ли вам это. Пишите смелее. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.